Добрый вечер, добрый вечер, мои зрители, мои подписчики, добрый вечер всем. Беларусь, Гомель. Сегодня у нас среда, сейчас где-то около шести вечера. Я немножко вышла, потому что дома у мамки жарко, и поэтому я вышла на улицу. Что хочу сказать? Что-то у меня не клеится. Вчера вечером наснимала разных кусочков тут у мамки, мамку сняла, давление её сняла, яблоки сняла. И что-то я пришла домой, просмотрела свой ролик и всё удалила. Сегодня утром, ладно, опять села, взяла камеру, показала вам новые сапоги, что принесла с ремонта, ответила на два комментария, и вот эти ответы на два комментария, они несли такой вот на ролике опять характер, такой вот выясняющий отношения. Кто что сказал, вот вы не так сказали, и думаю, нет, надо этот ролик мне удалить. И на 30 минут наговорила вам сегодня, и уже начала загружать, и уже 30% загрузилась, я взяла всё удалила. Что-то вот не клеится. Не надо мне давать ответы на комментарии в устном виде, надо давать в письменном виде. Что ответил, то ответил. А в устном виде это получается абы что. Вот. Что хочу ещё сказать. А ничего, сейчас включила канал, я от неё отписалась, от Галины, Dream Marina, свитебская женщина. Чего-то так думаю, дай-ка я её гляну. Вижу её ролик, я ухожу с Ютуб, потом ходит по банкам, она не может деньги вернуть, которые я Ютуб перечислил. Что-то она на меня тоску нагнала. Я её последнее видео до половины посмотрела, выключила, думаю, пойду-ка я включусь лучше вам и поговорю с вами. Как-то всё так давит на нервную систему, вы просто не представляете. Всё давит, буквально всё. Вот. И поэтому вот вышла, вышла, ну сейчас вам что-нибудь покажу. Вчера отвечала на два комментария, очень сильно меня они обидели и задели. И сегодня я отвечала, и вчера удалила этот ролик ночной, и сегодня удалила. Так что, так что вот так. Там у меня Саша Алексеев спрашивал, раз сестра выносит ведра и выливает в помойную яму, а почему вы не выносите, вы молодая и красивая? А потому что, Саша Алексеев, я не хочу упасть и напороться вот на такую вот металлическую арматуру, которая по всему огороду, вот, вкопана в землю, вот. Это можно упасть и брюхо напороть. Как в том фильме, человек идёт по лесу, падает в яму и насквозь пронзает его штык какой-то, так и в нас весь огород усеян вот такой железной арматурой. Вот торчит железная арматура, вот. Если тут по этой узкой стёжке идти, можно упасть и пропороть брюхо. Вот железная труба, арматура, вот. Торчит с-под земли, даже не шевелится. Вот арматура, но это шевелится. Вот торчит труба железная. Вот торчит арматурину, которую я не могла вытянуть. Вот я её расшатала и не могла вытянуть. Посмотрите, какой она длинный. Весь огород усеян вот такой вот арматурой. И это я вам не всё показала. Если мне вам ходить показывать, что всё торчит из земли и можно упасть и напороться, извините меня, я в огород не хожу. Весь огород усеян вот такой вот длинной травой. Об неё можно споткнуться, вот так вот зацепиться и упасть. Вопрос Саши Алексеева, я думаю, я ответила. Сестра два раза в огороде падала. Это хорошо, что она не наткнулась на эту арматуру, которая торчит с-под земли. Только не надо мне писать, а почему вы не уберёте, а почему вы не спирите, а почему вы рабочих не попросите, которые рядом здесь вот работают. А где бабушкины внуки, а где бабушкины детья. Вот. Всё у нас есть. Никто ничего не хочет, никому ничего здесь не надо. Мне тем более, сестре тем более. На вопрос Саши Алексеева я ответила. Приходил сын сестры, спилил вот эту вот абрикосу, которая обломалась. Вот такой срач лежит с ветками. Вот такой срач лежит. Вот такой. Вот такой. И вообще дурдом ромашки. И что здесь кому надо, расскажите мне. Мне здесь горько, ничего не надо. А сестре тем более. Ничего никто не убирает. Лена моя заболела. Винит меня, что заразила её я. Это мне баба сегодня рассказала. Вот. Так что... Так что... Вот это всё зазимует. Я не собираюсь тут брать грабельки и наводить порядок. Я даже не собираюсь. Я пришла, я нахожусь в комнате, смотрю только за мамкой. Здесь мне ничего не колышет. Ничего мне здесь не колышет. И не должно колыхать. Здесь мне всё опостыло, надоело, всё противно. Знаете, сколько здесь надо самосвала, чтобы вывести весь вот этот трепак? Это не женских рук дело. И не рук дело сестры моей, которой 72 года, и мне, которой 63. Стоит уборная моего детства, в которую нельзя ни пописать, ни покакать. Закрыто. Она наладан дышит. Туда к чёрту и провалишься. Там, наверное, и крокодилы живут. Склады кирпича. А тут элит живёт. Элит будет жить. Всё, дальше я не хожу. Можно ноги сломать обо всё. Так заборы нам не ставят. Заборы нам не ставят. О, можно, наверное, чужой участок зайти. Там вон сетка. Хоть бы они себе ворота поставили. И мы без забора. Грань. Ой, пойду я отсюда. Пойду я отсюда. Миска появилась. Кто-то кого-то кормил. Чего эта миска тут лежит? Снерговейки. Кто-то кого-то кормил. Во. Тут одна арматура. Во. Об которую можно упасть. Во. И не собрать костей. Так, девчонки. Вот так, мои мальчишки. Что вам ещё показать? Мне больше нечего показывать. Сапоги сегодня вам новые показала. И то удалила ролик. Завтра вам покажу сапоги. Померю их на себе. Сегодня я просто не мерила. Показала. Потому что вчера постирала колготки. Конта. Капроновая. Пришла в 12 часов ночи. С 12 ночи до 3 дня. Мои колготки не высохли. И я их сегодня идти к мамке. Надела их влажные. Вот такая дома влага. 18 градусов. Дома. И 90 процентов влажности у меня. Можно и туберкулёз получить. И воспаление лёгких. И всё, что хочешь. А это мамкин элитный почтовый ящик. Ну, бумажка. Бумажка. Что тут за бумажка? Картофель. Домашний. Различных сортов. Колумба. Королева Анна. Венета. Вектор. Галла. Ривьера. Продажа оптом. Доставка бесплатно по гомелю от 100 килограмм. При заказе этот поток действует скидка. А также в наличии огурец, перец, жёлтый, болгарский, помидор, лук, белый, капуста, чеснок. Вы поняли? Вот позвонить. И тебе всё привезут по мешку. Бери, катай. И не надо сеять ничего. Вот. Положим сюда. Мне это нафиг надо. Завтра Лена заберёт. Всё. Алис. Вот мой дом родной. Хочусь я в санках по горе крутой. Вот свернулись самки. И я набок хлоп. Кубарем качуся. Под гору сугроб. Ой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой, хочу домой. Хочу вон туда, домой, вон туда. Хочу далеко, далеко. Там мой дом. Вон, где светофор моргает. Хочу домой. Хочу домой, девочки. Хочу домой, хочу домой. Хочу свободы, хочу личной жизни Все хочу Сейчас посмотрим, что тут рабочие Натворили Наделали Хоть бы они быстрее поставили ворота себе Девочки У нас же там вот, ой, я не знаю Все открыто Вот сколько бабок Вот это я понимаю Вот это у человека заработок Вот это поступление денег Вот это я понимаю Вот это бабло тут крутится О, плиточку улаживали сегодня хлопчики Бордюрчик уложили его Плиточку Дворец Дворец Елизаветы II В Дворец Елизаветы II 7 Простив Маримин вот как куст расцвел красиво вот как куст расцвел красиво их наверно надо рассаживать эти кусты правда это сколько тут цветочков мелких а когда-то я приносила маленьким от росточкам его сюда он такой тяжелый цвет такой вот он сам себя не держит ветки что за красота там где клён шумит над речной волной говорили мы о любви с тобой опустел тот клён в поле бродит мгла а любовь как сон стороной прошла а любовь как сон стороной прошла сердцу очень жаль что случилось так гонит осень вдаль журавлей косяк ты любви своей не смогла сберечь поросло травой вместо наших встреч схожу с ума девчонки и вот так два с половиной годов подряд изо дня в день изо дня в день где что будет здоровая психика я не чувствую что это родительский дом я не чувствую что я тут родилась что тут прошло мое детство я ничего не чувствую что в этом дворе даже была моя свадьба я не чувствую это все чужое это все окаменелая это все обледенелая это все не мое я ничего не хочу ничего хочу свободы хочу личного времени хочу личной жизни очки у нас пошел дождик сходила в огород с того два дубловатых дерева 5 такая вот антоновка нападала вот антоновка нападала собрала опять ой что-то слизкая слизень ёпара сатэ слизень как я могла его принести ой блин я из-за него взялась какая гадость сейчас его надо вытряхнуть как я их боюсь этих слизней вот какое яблоко большое это со слизнем ой какой он противный как я боюсь всей вот этой вот трассы как я боюсь всех этих червяков слизней пауков ой а еще рукой взялась тут хоть нету его не нема а еще рукой взялась он такой противный фу ладно пусть пока поживет это надо слизней взяться за слизней взяться рукой ой а меня аж дергает девочки чего мне так хреново а вот так на душе хреново и слезы вот здесь вот у меня близко близко вот здесь вот если бы сейчас вот был момент вот я бы расплакала сейчас вообще разрыдалась бы так хочется плакать вроде все хорошо собрал от яблок походила с вами поснимала вам а бы чего но плакать хочется вообще и на душе такая вот тоска тоска вот душа разрывается не знаю понимает меня кто-нибудь или не понимает вот рвется душа вот сейчас вот здесь вот вот как бы вот вот как в школе перед контрольной или перед экзаменами вот такое вот волнение ладно пойду слизня выбрасывать ой такие боюсь пойду слизня выбрасывать буду мамке чистить картошку сегодня у нее картошечка с кефирчиком можно с помидорчиком с колбаской все девчонки буду работать все хватит и приемается давайте пока подхожу к мамке вон она лежит говорю мам пошел дождь она говорит ой 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 как же я пойду домой я говорю куда ты пойдешь я говорю ты iodя чарты лежачий человек это взяла ее вот за матрас вот так вот покачала на матрасе я говорю то что я кровать ты же лежишь над своей кровати она так смотрит по комнате смотрит я говорю вот твой сервант вот твоя картина вот твой стол перед тобой а это что уже все перевезли сюда а вы говорите ты тоже будешь старая и тебе тоже будет такое отношение мне все равно будет такое ко мне отношения вот ей все равно какое к ней отношение вот и вам рассказала свою речь только что он он она шевелится под одеялом у него радио урок с ушах наушники два наушника сбила ей давление 170 было максонидин двоечку дала а вчера было девочки студия но 105 у нее так я ей дала и четверку максонидин и четвертинку каптоприла потом мне уходить а в нее давление 100 на 60 и 60 пульс ну думаю ничего не будет само оно и поднимется давление так что такие вот дела надо с вами попрощаться потому что столько много кусочков я вам наснимала как бы не прийти и не удалить опять это же так учу вчера я вам наснимала наснимала раз удалила сегодня утром наснимала на полчаса раз удалила как бы хотят это сохранить да выложить вам варю картошку уже и поставила картошечку в алюминиевой кастрюльке плечи мне печет газ а у нас только не топят девочки у нас тут холодно дома тут я в одной кофточке хожу хожу вон и майку кофточку одела и хожу по дому тут тепло уже все нормально даже форточка открыто в зале там в комнате открыто форточка все мои хорошие давайте буду грустить дальше